Гипотеза Гипотеза становится научной истиной, а гипотеза, которая не находит подтверждения, превращается в научную проблему. Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Проект, из которого вы можете узнать альтернативную точку зрения на устройство окружающего мира. Наша задача дать вам информацию о всей гипотезах, которая существует на сегодняшний день, а уж соглашаться с ними или не соглашаться, решать вам. Итак, сегодня в нашей программе вы увидите. Зачем НЛО преследует самолеты? Вау! Парень, что это такое? Ты посмотри, как оно летит. Почему военные не знают, кто летает в нашем небе? Идет обратный сигнал от какого-то невидимого объекта. На каких спутниках можно поселиться? Беологи решили, что там может быть жизнь. Что скрывается в глубинах космоса? Есть планеты, которые мы не фиксируем нашими измерительными средствами. Перед вами видео, снятое в японском городе Хоккайдо. 18 июля в 19.12 по местному времени в небе был замечен сигарообразный объект. Он неподвижно завис над жилыми кварталами, а потом исчез из поля зрения. А это странное, меняющее форму тело за стеклом иллюминатора наблюдал турист из Германии. Мужчина успел включить камеру. На высоте 9 тысяч метров НЛО принимал то вертикальное, то горизонтальное положение и следовал за самолетом. По всему миру очевидцы фиксируют невиданное количество странных огней и необъяснимых объектов в небе. Но что это? Новые спутники Илона Маска или визит инопланетного разума? А теперь информация, которая наверняка окажется неожиданной. Совершенно незамеченной прошла новость о том, что именно сейчас и, пожалуй, впервые в истории существование неопознанных летающих объектов официально признали власти Соединенных Штатов Америки. Звучит невероятно, а ведь это именно так. 25 июня 2021 года Пентагон представил Конгрессу США доклад об НЛО. Рассмотрено 144 случая наблюдений военными за подозрительными объектами в небе в период с 2004 по 2021 год. Случайность? Не думаю. И вдруг Конгресс США заявляет, что да, действительно, мы подтверждаем, существуют другие формы жизни, существуют НЛО, неопознанные объекты разумного происхождения. Почему именно сейчас? Каким глобальным переменам нас готовят? Почему миру пора узнать правду об НЛО? И какие архивные файлы, наконец-то, рассекречены? Перед вами видео, представленное Пентагоном американским конгрессменом. Подлинность инфракрасной съемки, как и переговоров пилотов у специалистов, не вызывает никаких вопросов. Оптический глаз палубного истребителя Супер Хорнет лишь с третьей попытки поймал быстродвижущийся объект. Объект не издает никакого звука. Он серебристый, продолговатый, заметны его колебания. Объект не может быть ни атмосферным явлением, ни земным летательным аппаратом. Он молниеносно меняет траекторию движения, не оставляет шлейфа и словно намеренно позволяет приборам на нем сфокусироваться. На радарах истребителей наблюдались эти объекты. Визуально пилоты, как говорят, ничего не видели, но они эти объекты могли захватывать как цель. То есть автоматика срабатывает, интеллект компьютерный, он захватывает их как цель. То есть идет обратный сигнал от какого-то невидимого объекта. Толчком к началу масштабного расследования американской разведки стало вот это сенсационное видео 2004 года. Перед отправкой в Персидский залив для выполнения боевых задач в Ираке авианосная группа ВМФ США проводила учения в акватории Тихого океана. Вдруг радиолокационная станция ракетного крейсера «Принстон» записала странный след. В настоящее время на боевую технику ставится совершенно новое поколение радаров, более мощное. И количество явлений, которые они фиксируют, резко увеличилось. Однако сначала необъяснимый след военные приняли за сбой радара. После перезагрузки и калибровки прибора стало ясно — обнаружены НЛО. В течение недели неопознанные объекты словно вели наблюдения за американским военным флотом, палубными бомбардировщиками и штурмовиками. Утром 14 ноября с авианосца «Нимец» к НЛО был направлен воздушный патруль. С помощью новейшего прицельного модуля с инфракрасной камерой удалось снять объект на видео. В подобии веретенообразный такой объект, темный, двигался достаточно хаотично, на большой скорости, меняя галс или курс движения. И вот теперь вопрос, что за объект ввел наблюдение за американскими военными? И с какой целью? Чем могло обернуться такое противостояние? Обратите внимание, впервые за все время в Министерстве обороны США потенциального противника в небе вдруг признали неопознанным. Министерство обороны выпускает видео, чтобы прояснить любые ошибочные представления общественности о том, были ли распространенные кадры реальными или нет, или в видео есть что-то большее. Воздушные явления, наблюдаемые на видео, по-прежнему характеризуются как неопознанные. Из 144 случаев, рассекреченных американской разведкой и рассмотренных в Конгрессе США, 18 объекты имели необычные летные характеристики, то есть перемещались с экстремальной скоростью, резко меняли направление движения, нарушая все законы физики, сохраняли неподвижность при сильном ветре, исчезали с радаров, не оставив никакого следа. Посмотри на это, приятель, это точно не из наших. Не так ли? Нет, не наши. Он вращается. Табу оказалось снято. И после исторического слушания в Конгрессе США, признания военных и гражданских пилотов последовали одно за другим. Вслед за Дэвидом Фрабором, командиром истребителя, участвовавшего в инциденте с авианосцем «Нимец», о наблюдении за НЛО стали сообщать и другие. Многие летчики, а именно на них делаются упоры на военных, которые могут наблюдать, они, в общем-то, изначально боялись говорить об этом, потому что их могут послать на квалификационную медицинскую комиссию, объявить, что у них нестабильная психика, и поэтому многие об этом молчали. Одно из последних громких происшествий. Пилот британских авиалиний 16 июля вылетел из Монреаля. В небе над Западной Ирландией рядом с рейсом BA-94 появился объект, перемещавшийся с большой скоростью. Командир лайнера сообщил об этом диспетчеру в городе Шаннен. Скорости бывают совершенно огромные, то есть иногда сравнимы со скоростями истребителей, иногда в несколько раз выше, то есть гиперзвуковые скорости. Зачем НЛО преследует самолеты? Нам кажется, что он за нами наблюдает. Новые открытия на спутниках планет. Беологи решили, что там может быть жизнь. А это видео опубликовал пилот колумбийской авиакомпании Viva Air. Черная сфера возникла прямо перед самолетом. Смотрите, она вращается вокруг своей оси. Все как один пилоты отмечают, неопознанные объекты в небе действуют логично, следуют параллельным курсам, избегают прямого контакта. И словно выполнив свою задачу, исчезают из поля зрения экипажа и приборов. Как бы летит параллельным курсом с самолетом, позволяет его изучать. Или, как говорят пилоты, нам кажется, что он за нами наблюдает, наоборот. Может быть, это говорит о какой-то разумности. Со времен легендарного Розульского инцидента 1947 года наблюдение за неопознанными объектами ведет не только Америка. Какие данные могут быть засекречены в архивах военных ведомств России, Китая и других стран? Чем оборачивались встречи с НЛО? И что удалось выяснить о странных объектах? Полковник в отставке, кандидат технических наук Николай Денисенко во время службы в арсеналах главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны получал секретные директивы. Это были указания личному составу на случай встречи с НЛО. В 80-х годах была директива о фиксации над объектами главного ракетно-артиллерийского управления, но различных неопознанных летающих объектах. Это была вполне такая хорошо разработанная директива, и я как оперативный дежурный или дежурный по части имел вот эту директиву. В ходе одного из дежурств Николаю Денисенко пришлось прибегнуть к подобной директиве. Объект, оказавшийся в поле зрения военных, нельзя было идентифицировать ни с аномальным явлением, ни с каким-либо земным летательным аппаратом. Мы фиксировали над Можайском, над Можайским арсеналом главного ракетно-артиллерийского управления в 88-м году, если мне память не изменяет. Были разработаны критерии, по которым фиксировался объект, были алгоритмы докладов разработаны. То есть можно сказать, что вышестоящие, вышестоящие как-то изучали и собирали аналитику по неопознанным летающим объектам. В СССР об НЛО следовало молчать. Первой утечкой и настоящей сенсацией стал инцидент в небе над Белоруссией, который произошел в 1985 году. Ночью самолет Ту-134 эстонского управления гражданской авиации во главе с командиром Игорем Черкашиным встретился с настоящим НЛО. Объект причудливым образом менял очертания, превращался то в разноцветное облако, то в подобие дискообразного летательного аппарата, от него исходил яркий луч. Пилоты увидели объект в небе, который осветил кабину пилота с лучом, ну, как, словно, луч лазера был. И связано с этим или не с этим, ну, воздействия на технику, на самолет никакого не было, но летчики потом заболели лучевой болезнью. Экипаж дал подписку о неразглашении, но скрыть сенсационное происшествие не удалось. Грузинский экипаж встречного рейса, следовавший по маршруту Ленинград-Белиси, также видел странный объект, как и наземные службы. Инцидент получил громкий резонанс, однако результаты расследования так и не были обнародованы. В советское время даже были созданы специальные комиссии при Академии наук, куда входили самые разные представители всех министерств, а общественные организации были туда привлечены только в конце 80-х годов. До этого это занималось только государство. По статистике, 90% случаев появления НЛО имеют объяснение. За тарелки пришельцев очевидцы принимают спутники, дроны, метеориты и даже воздушные шары. Но 10% объектов исследователи идентифицируют как неопознанные. По одной из гипотез, в их числе инопланетные гости, визитеры с других планет и звездных систем. Но откуда они могут к нам прилетать? Удалось ли астрофизикам найти обитаемые миры? Сенсационную новость передал на Землю исследовательский зонд Кассини. В атмосфере Титана, спутника Сатурна, найден винилоцианид. Это аналог земных молекул, фосфолипидов. Он участвует в формировании проницаемости клеточных мембран. Это один из кирпичиков, этот химический элемент, который участвует в построении клеточной мембраны. А без клеточных мембран нет организма. Не существует жизнь, если мы обмен веществ не организуем. Сатурн — шестая планета от Солнца. Слишком далеко от звезды. Температура на поверхности его спутников — минус 180 градусов. О какой органической жизни может идти речь? Откуда взялся винилоцианид? Если такая низкая температура, то обмен веществ сильно затруднен. Вот когда мы в холодильник кладем какой-нибудь продукт, чтобы он сохранился, мы сразу же прекращаем активные обменные процессы. Взгляните на эти невероятные кадры. Кассини приближается к поверхности Титана и оказывается среди облаков. В отличие от наших, они золотистого цвета. Внизу, на первый взгляд, горы и долины. Но ученые доказали, часть этого ландшафта похожей на камни-лед. На Титане под ледяным панцирем есть реки, озера и даже океаны. Поверхность спутника вовсе не безжизненная. Точно, абсолютно, как бы вычислено, что, несмотря на то, что она покрыта льдом, под этим толстым слоем льда находится океан, и он теплый океан, и, соответственно, что там можно найти жизнь. Если реки и озера Титана – это жидкий метан, то океаны наполняет вода экстремальной солености с большим содержанием аммиака. Не похоже на земной первичный бульон, но и процессы эволюции могут быть совсем другими. Астробиологи, ксенобиологи, как их называют, те, кто изучают другие формы жизни, не обязательно углероды кислородные, водороды кислородные, а на базе метана, на базе других химических элементов, то есть вообще в других температурных режимах. То есть вполне считают, что возможно жизнь найти на Титане, на Энцеладе. Энцелад – и еще одна ледяная луна Сатурна, удивившая ученых. Исследовательский зонд обнаружил на поверхности спутника шлейфы с высоким содержанием метана, а этот газ – продукт жизнедеятельности микрофлоры и микроорганизмов. Это один из парниковых газов, третий по значимости на нашей планете. Поэтому по признакам наличия метана биологи решили, что там может быть жизнь и выделение метана как конечного продукта обмена веществ. Не так давно на Земле ученые из Новой Зеландии обнаружили почти три сотни микроорганизмов-экстремофилов. Они обитают в струях подводных вулканов, там, где, казалось бы, не должно быть никакой жизни. В недрах глубоководных впадин химические реакции происходят на основе хемосинтеза. В отличие от фотосинтеза, для них не нужен солнечный свет. Возможно ли аналогичные процессы в гидротермальных жерлах Энцелада? Ученые уверены, внутренняя часть спутника хорошо прогревается за счет действия приливных сил. И тепла для химических процессов там достаточно. Даже на Земле существуют иные формы жизни. Иные формы жизни на Земле. Ну, например, есть формы жизни, которые основаны на кремнии. Они живут, например, в районе жировулканов. Живые существа, не только бактерии, многоклеточные существа, червеобразные, которые, ну, в нашем понимании не могут жить при температуре плюс 200 градусов. Но это плавится металл. Но и это еще не предел. Похоже, кто-то способен выдержать сверхвысокую температуру термоядерной реакции. Что происходит рядом с Солнцем? В солнечной короне замечены объекты, которые откуда-то прилетают. О чем рассказали космонавты? Это был яркий объект, опять же, ну, шарообразной формы. Человечество не проживет и тысячи лет, если не найдет способ вырваться в далекий космос. Существует множество сценариев того, как может погибнуть на нашей маленькой планете все живое. Но я верю в лучшее. Мы точно достигнем звезд. Стивен Хокинг. Перед вами уникальный снимок поверхности Солнца. Он опубликован НАСА в начале августа. Впервые удалось объединить данные, полученные из трех космических аппаратов. Синий цвет – излучение в жестком рентгеновском диапазоне. Зеленый – низкоэнергетические рентгеновские лучи. Красный и желтый – это цвета крайнего ультрафиолетового спектра. Поэтому ученые хотят выяснить, как распределяется температура на Солнце. Звезда выглядит, как бурящий котел. Однако вот что странно. Если на ее поверхности температура около 6 тысяч градусов, то корона раскалена почти до 2 миллионов градусов по Цельсию. И что самое невероятное, возле солнечной короны то и дело появляются объекты, происхождения которых объяснений не имеют. В солнечной короне замечены объекты, которые откуда-то прилетают. Около Солнца находятся некоторое время, как будто они заряжаются или из колодца воду берут вот так. Солнечную плазму прихватывают, энергетику солнечную впитывают. Это как на заправочной станции, на бензоколонке. Вот заправились и полетели в открытый космос. Взгляните на эти кадры, переданные обсерваторией СОХА. Из раскаленной звезды вылетает огромный объект. Странные светящиеся жары и даже вереницы НЛО уже не раз появлялись возле Солнца. Космический телескоп «Стерео» передал снимки, на которых оказались три цилиндрических аппарата с источником света. Несколько раз замечали объект по размеру сопоставимый с планетой. По одной из альтернативных гипотез перед нами плазменные формы жизни. И они приспособлены к температурам термоядерных реакций. Мы переключаемся на другой регистр, и там другие формы жизни, не обладающие плотным телом, но обладающие сознанием и всеми возможностями живых существ. Ну, например, плазменные формы жизни. За кадрами, которые сейчас на экране, в ужасе наблюдал весь мир. Они сняты с Международной космической станции. После стыковки с модулем «Наука» МКС превратилась в настоящую карусель. Станция закрутилась на 540 градусов в одну сторону, а затем совершила полоборота в другую. Как объяснили в Роскосмосе, причиной такого кульбита стал сбой в автоматической системе управления. Уже после стыковки по ошибке включились двигатели модуля. Но есть детали, на которые исследователи обратили внимание только при просмотре записи трансляции. Смотрите, во время стыковки ниже модуля появился светящийся объект. Он поравнялся с МКС, затем резко увеличил скорость полета, а через мгновение НЛО изменил траекторию и исчез из поля зрения. Именно после этого у модуля незапланированно включились двигатели. А за несколько дней до случившегося в сети интернет обсуждали вот эти кадры. В непосредственной близости от МКС появилось скопление светящихся объектов. Все они перемещались с одинаковой скоростью. Было две группы объектов. Одна из 27 светящихся объектов групп была, другая из 20. Подобные кадры были выложены на сайте и произвели такое интересное явление, фурор. Кто наблюдает за Международной космической станцией? Неужели околоземная орбита вовсе не под нашим контролем? И землянам то и дело об этом напоминают. Эта видеозапись сделана Иваном Вагнером с борта Международной космической станции. В коротком сообщении космонавт Роскосмоса поясняет, что включил камеру, чтобы снять полярное сияние, но заметил нечто особенное. Пик полярного сияния при прохождении над Антарктикой на долготе Австралии, то есть между ними. Однако в видео вы увидите кое-что еще, не только полярное сияние. Чтобы как следует рассмотреть объекты, нужно увеличить масштаб изображения. В атмосфере Земли меньше чем на 10 секунд появляются неопознанные объекты. Они летят слева направо. Трудно понять, это один сигарообразный объект или несколько выстроившихся в ряд. Ученые нашли объяснение. Космонавт Иван Вагнер просто увидел в стекле иллюминатора отражение от огней спутника Илона Маска. Так что никакого абстракционизма, как говорилось в известном фильме. Однако такое объяснение устроило далеко не всех. У Маска, когда он в свои спутники, они все-таки друг за другом шли, летели. Здесь вот что-то вообще непонятное. А что на этом видео с МКС? Странный объект похож на металлический волчок. Причудливая конструкция не позволяет принять его за космический мусор. Смотрите, в космическом вакууме НЛО способны набирать скорость одновременно со сменой траектории движения. Они словно регулируют яркость свечения. Объекты явно чувствуют себя здесь как дома. Последние годы трансляции запусков спутников, встыковки космических модулей, кадры с исследовательских зондов в открытом доступе. Любой желающий может найти их на официальных ресурсах Роскосмоса, НАСА, Европейского космического агентства. Скрывать, очевидно, невозможно. Рядом с нашими аппаратами то и дело появляются неопознанные объекты. Хранить молчание больше не хотят и советские космонавты. Геннадий Стрекалов и Геннадий Монаков признали, что видели НЛО во время полета в 90-м году. Объекты зависли над Тихим океаном. Два раза наблюдали огромный светящийся объект. Понятно, космонавтов учат. Есть специальная подготовка. То есть смотреть на Землю, визуализировать, сразу все определять. Ну, как бы, что за объекты, где что плывет, пролетает, где находится что на Земле. То есть они его идентифицировать не смогли. О необъяснимом космическом явлении Стрекалов и Монаков сообщили в Центр управления полетами на Землю. Определить расстояние до НЛО им не удалось. К тому же, объект находился в поле зрения космонавтов всего 10 секунд. Но они успели его рассмотреть. Ну, это был яркий объект, опять же, ну, шарообразной формы. И опять же, очень ярко светился, вот, как подсвеченная, ну, скажем так, зеркальная поверхность, там, очень ярко светился белым светом. Есть и другие свидетельства. Герой Советского Союза, Муса Монаров, в качестве бортинженера совершил два полета в космос. В 1991 году, во время стыковки корабля «Союз» с орбитальным комплексом «Мир», он увидел из иллюминатора неопознанный технический объект. Он даже думал, что что-то оторвалось от корабля, что-то вроде там антенны какой-то, штанги. И он наблюдал, что одновременно со стыковкой какой-то объект приблизился к станции, а потом отошел от нее и скрылся за кораблем, за «Союзом». Это событие 6 августа транслировали на весь мир. Неужели долгожданная подготовка к полету на Марс наконец-то началась? На сверхтяжелую ракету невиданной мощности с 29 двигателями был установлен космический корабль. Ракета Илона Маска стала самой высокой в мире — 120 метров. По самым оптимистическим прогнозам, отправиться на Красную планету можно будет уже в 2023 году. А желающих попасть в число первых клонистов хоть отбавляй. Если говорить о том, сколько потребуется времени на достижение числа в миллион человек, то с момента отправки первого корабля это займет от 20 до 50 стартовых окон. То есть, вероятно, от 40 до 100 лет потребуется для достижения полностью автономной цивилизации на Марсе. Перед вами смоделированная версия первого поселения землян на Марсе. Так будет выглядеть энергетическая станция, оснащенная солнечными панелями. Здесь астрономический, научный и жилой модули. Растительная пища на Марсе будет собственного производства. На следующем этапе колонизации появятся стеклянные геокупола. Однако ученые предупреждают, не все так просто. Во-первых, солнечные панели на Марсе будут производить гораздо меньше энергии, чем на Земле. А добывать метан для забравки ракет прямо на Красной планете, как задумал Илон Маск, невозможно. Причина — ничтожное содержание метана в атмосфере. Однако эти проблемы, как считают ученые, далеко не главные. Более того, по одной из гипотез, Марс уже был обитаем. И не случайно наши предшественники его покинули. На планете небезопасно. Говоря научным языком, можно высказать гипотезу, что у Марса очень слабое магнитное поле. А причиной тому — остывшее ядро планеты. Оно уже не могло защитить планету от солнечной радиации, как на Земле, где магнитное поле опоясывает планету. И атмосфера Марса из-за слабости этого щита под воздействием солнечного ветра постепенно отрывалась. Кто разгадает тайны Марса? На поверхности очень много артефактов, которые свидетельствуют о существовании древней цивилизации. Что скрывает космос? Есть планеты, которые мы не фиксируем нашими измерительными средствами. Смотрите, что творится на Марсе. От вулкана Арсия на 2000 километров простирается густой шлейф. Но вулкан, расположенный в районе экватора, давно потух. Предвидеть такие марсианские катакризмы люди вряд ли смогут. Красная планета пока слишком плохо изучена, и колонисты сильно рискуют. Однако энтузиасты уверены, все риски компенсируют научный прорыв, неизбежный после полета на Марс. Очень важно, чтобы состоялся полет на Марс. Об этом говорит и Китайское космическое агентство, и НАСА. Мы можем отправиться туда и провести археологические изыскания того, что осталось на планете. На поверхности очень много артефактов, которые свидетельствуют о существовании древней цивилизации. Этот шокирующий снимок совсем недавно передал ровер Curiosity. С первого взгляда объект можно принять за ящерицу. Но на крупном плане хорошо видно, что это лишь часть марсианской окаменелости. Она обнаружена у горы Шарп. Но обратите внимание на поразительную форму всей структуры. Это арка. Ученые считают, что она образована из материала, который способен противостоять эрозии. Чуть раньше виртуальный археолог Джин Уорд заявлял, что нашел на Марсе мегалитическую кладку. Смотрите, так строили и на Земле. Выходит, что гипотеза о древней цивилизации на Марсе получила новые подтверждения. В исследовании Марса очень легко быть, что называется, одураченным текстурой его поверхности. Поэтому нужно разглядывать фотографии с поверхности Марса с большой осторожностью, чтобы, во-первых, быть насколько возможно объективным, а во-вторых, постараться получить другие изображения этого же места. Так уже были развеяны мифы о марсианских пирамидах. Они оказались частью местного рельефа, а протяженные инопланетные тоннели — это лишь квазальтовые потоки лавы. Недавно настоящие сенсации обещали стать марсианские грибы и черника. Однако оказалось, что и этим находкам есть объяснение. Кьюри Осити натолкнулся на крошечные фрагменты метеоритов. Вот такие наросты, очень похожие визуально на биогенные объекты, на грибы, на лишайники. Но на Марсе, на поверхности, когда днем температура высокая, а ночью очень низкая, вот такой ход температур не позволяет нам надеяться на то, что это живые формы биологические. Однако виртуальные археологи уверенно продолжают поиски. К примеру, этот марсианский артефакт очень похож на фрагмент древней статуи. Есть руины стен и система тоннелей. А это и вовсе окаменевший человеческий череп. И объяснить их происхождение можно, только добравшись до Красной планеты. А между тем на Земле космическая гонка набирает обороты. Пока Илон Маск нацелен на Марс, США разрабатывают GPS-навигацию и готовят лунную миссию Артемида. Китай заявил о создании на околоземной орбите космической солнечной электростанции. А Россия планирует отправить к Юпитеру корабль с ядерным двигателем. Космические державы фактически начали делить пространство солнечной системы. Но может, космическая экспансия уже давно началась? И проходит она без участия землян? Есть планеты, которые мы не фиксируем нашими измерительными средствами. Мы вот на уровне трех-четырехмерности здесь гуляем. На экране не компьютерная игра, а научная симуляция. В НАСА воссоздали далекие экзопланеты и предлагают прогуляться по космическим мирам, удаленным от нас на десятки и даже сотни световых лет. В реальности добираться до многих из этих планет пришлось бы не одно тысячелетие. Это самое удачное открытие последнего времени — Тигарден-Би. Экзопланета из созвездия Овна находится от нас на расстоянии 12 световых лет, гораздо ближе других. И пока это главный кандидат на наличие жизни за всю историю исследований. Тигарден-Би, которая наиболее близко, у нее индекс 0,83, по аналогичности с Землей. Это очень высокая похожесть на Землю. То есть там и температура 28 градусов средняя, там и наклон оси, соответственно, то есть изменения. Год, правда, короче, чем у нас. Но, тем не менее, планета достаточно может подходить. Кеплер-62Е в созвездии Лиры — еще одна из пригодных для жизни планет. Только она полностью покрыта океаном с каменистым дном. И это не единственная планета — океан. Ученые Европейской Южной обсерватории в Чили недавно обнаружили похожее космическое тело у звезды L-9859. По всем признакам планета также расположена в зоне обитаемости. Астрофизики, скажем так, научились по спектрам определять, то есть наличие уже молекул кислорода, молекул азота, и каким-то образом на таком расстоянии они именно понимают, что в этом спектре есть азот, то есть есть кислород, есть водород. И раз есть кислород и водород, значит, обязательно должна быть вода. То есть по-другому быть не может. Посмотрите на эту голубую планету. Это не наша Земля, но очень похоже. Невероятно, одна из последних обнаруженных экзопланет снова оказалась покрыта океаном. Той-700D имеет плотную атмосферу, в которой преобладает углекислый газ. Планета расположена в созвездии Золотой Рыбы. Астрономы НАСА заявили, что это идеальное место для развития микроорганизмов. А может, в гигантских океанах экзопланет могли зародиться целые цивилизации? Можем только предполагать, что первичный бульон там может сформироваться. Сенсационную новость сообщили из Королевского технологического института Швеции. С помощью космического телескопа Хаббл ученые обнаружили водяной пар на Ганимеде. Это спутник Юпитера, крупнейший в Солнечной системе. О том, что там есть лед, астрономы давно знали. Но как мог образоваться пар? Температура на поверхности космического тела минус 200 градусов по Цельсию. По одной из гипотез, источником тепла служит сам Юпитер. Он не светит в диапазоне видимого излучения, как Солнце, в желтом диапазоне. Но, тем не менее, планета разогрета и светит очень сильно в инфракрасном диапазоне. То есть она все равно может прогревать те маленькие планеты, которые, те спутники, которые напоминают как маленькую Землю. Но есть и другая версия. Пар вырывается из глубин Ганимеда. За ледяным панцирем спутника на глубине сотен километров находится теплый океан. Может ли этот водный мир в пределах нашей Солнечной системы быть обитаемым? Ведь, ко всему прочему, Ганимед — единственный спутник, обладающий собственным магнитным полем. Эти кадры сейчас бурно обсуждают в сети интернет. Их опубликовал американский исследователь Джереми Корбелл. Экипаж американского эсминца, патрулировавшего прибрежные воды, зафиксировал, как НЛО спускается в воду. При этом скорость объекта невероятная — 241 километр в час. Темная сфера сначала перемещается по небу, а затем погружается в океан. А эти кадры, по словам Корбелла, сняты с эсминца ВМФ США USS Russell. У берегов Калифорнии появилось три неопознанных объекта в форме треугольников. Однако информация была засекречена. Хотя эти случаи далеко не первые. Много моряков именно сталкиваются как пилоты в воздухе, а моряки где-то в океане очень часто сталкиваются с какими-то светящимися объектами, которые именно из воды вылетают в воду, ходят, кружат вокруг кораблей. Вы видите съемки тепловизорной камеры самолета службы безопасности аэропорта имени Рафаэля Эрнандеса в Пуэрто-Рико. Прямо напротив взлетно-посадочной полосы появляется неизвестный объект. Он движется на малой высоте. Полетным характеристикам не соответствует ни одному земному летательному аппарату. На сигналы предупреждения с управляющей башней аэропорта объект не отреагировал. В результате вылет нескольких коммерческих авиарейсов пришлось задержать. Дальше произошло самое невероятное. НЛО покинуло территорию аэропорта и погрузилось под воду. Иногда наблюдали взлеты из-под воды этих объектов, уход под воду, причем не просто одиночные, а целые группы. Например, я видел описание 1968 года, три сотни объектов сразу же. Это все в рапортах, в отчетах по военно-морскому флоту. То есть это наблюдали не только авиаторы, но и военные на море. Что если родная среда для инопланетных тарелок и сферических аппаратов именно подводный мир? И исследователи напрасно ищут планеты, похожие на Землю. Может, планеты-океаны и есть родной дом визитеров из космоса? Расстояние до экзопланет кажется фантастическим. До ближайших из них 11-15 световых лет. Неужели кому-то под силу его преодолеть? Ну, что такое 15 световых лет? Это надо, ну, как говорят, опять же, инженеры, нет такого тела, ну, пока не существует такого металла, из чего можно было сделать космический корабль, разогнать его до скорости более 300 километров в секунду. Ну, это и при этой скорости пыль, которая, ну, пыль космическая, которым насыщен весь космос, он будет как, ну, просто прошивать этот металл насквозь, как пули, ну, превращать его в решетот. Всё верно, если следовать физике Эйнштейна. Однако сегодня, к примеру, российский физик-теоретик Геннадий Шипов уверяет, что в космическом пространстве можно перемещаться и со сверхсветовыми скоростями. Другие учёные полагают, что ключ к путешествиям в космосе – кротовые норы или торсионные поля. Есть версия, что теория Эйнштейна, она нас стопорнула, стопорнула, определив предел скорости даже. А вот по другим теориям, альтернативным, да, нет предела скорости. Поэтому, может быть, можно перемещаться мгновенно, ну, условно говоря, для нас мгновенно, на огромное количество километров из световых лет. Поэтому, может быть, вот туда и надо летать так. Попытки найти в космосе разумную жизнь предпринимаются давно. С середины 20 века радиотелескопы пытаются поймать радиосигналы, услышать обитателей других миров. Но пока ни одна техногенная цивилизация, по развитию хотя бы подобная нашей, не дала о себе знать. Наша планета сильно фонит, и если бы нас на ближайшей к нам планете, кто-то, так сказать, там, радиолокации прощупывал космос, то сразу было бы понятно разумным существам, что это не фон звезды, а идёт совершенно там какая-то жизнь, жизнедеятельность, идёт радиовещание, телевещание. Вот. Нас бы заметили в космосе наверняка. А что, если нас самих уже давно обнаружили? И неопознанные летающие объекты — ничто иное, как инопланетные аппараты. Готова ли Земля к космической экспансии? И чем обернётся встреча с пришельцами? На экране не кадры из фантастического триллера, а реальность. В бразильском городе Маже шум и панику вызвали вот эти светящиеся объекты в небе. Ко всему прочему, перед их появлением пропала связь. Люди вышли на улицу, чтобы выяснить, в чём причина, и увидели над головой нечто невообразимое. Смотри, смотри, от него отделяется ещё один. Ух ты! Третий! Ещё один! Как выяснилось, первый объект над горой Петроридона был замечен ещё в полдень, а в 4 утра над Маже начался настоящий карнавал. Небо осветило вереница НЛО, но жителям города совсем не до веселья. Очевидцы рассказывают, что на место вскоре прибыли военные. По неопознанным объектам открыли огонь. Средства ПВО и военные открыли по ним огонь. Там слышны выстрелы, там видны трассирующие пули, которые летают в тёмное время суток. И даже, в общем-то, говорили о том, что один из НЛО был сбит и упал в какое-то озеро. Кто-то из горожан успел сфотографировать сбитый объект. Он шарообразный, серебристого цвета. И это может быть часть потерпевшего крушения корабля. С момента громкого инцидента в Маже прошло чуть больше года. Однако никаких объяснений случившемуся власти так и не дали. Что за космическое вторжение пережила Бразилия? Почему в течение нескольких дней город оказался в изоляции, без сотовой связи и интернета? А ролики, снятые очевидцами, стали исчезать из сети. Вслед за бразильцами вереницы светящихся шаров в небе наблюдали и жители других стран. И Россия не исключение. Я даже в Пензе видел цепочку этих объектов прямо в прошлом году. И не я один, это была вся моя семья, когда мы видели прямо цепочку движущих один за одним строем каких-то там неопознанных объектов. Это не были самолеты. Это я иногда в телескоп посматриваю. По одной из шокирующих гипотез, инцидент в Бразилии – лишь предвестие куда более глобальных событий. В ближайшее время человечество вступит в контакт с высокоразвитой космической цивилизацией. И уже точно известен год, когда все случится. К 2030 году будет непосредственно приближен корабль, будет официально объявлено о приближении. За месяц до этого людей всех оповестят, будет контакт уже на уровне всех правительств к тому времени, которые будут каким-то образом сформированы и образованы. Это еще в 1962 года. Версия кажется фантастической, но эти сведения озвучил Ларис Франческо Капавилла, бывший секретарь Папы Римского Иоанна XXIII. Кардинал раскрыл журналистам подробности встречи понтифика с пришельцем, произошедшей еще в 1962 году. Причем они вдвоем были в резиденции Папы Римского, где из воздуха образовался то, что сегодня мы называем портал. Оттуда вышло существо повыше двухметрового роста, где-то 2,30-2,40, светлейшее, но без крылья. Естественно, они рухнули на пол Папа Римский вместе со своим кардиналом. По версии кардинала Капавиллы, пришелец попросил оставить их с Папой Римским наедине. Разговор длился около получаса. После этого Иоанн XXIII пригласил к себе представителей министерств иностранных дел ведущих держав. Советский Союз по этой шокирующей гипотезе представлял Сергей Аджубей. Через него Хрущеву было передано послание пришельцев. Коммунизма в СССР не будет. Союз распадется. Папа Римский официально признал, что существует инопланетный разум. Это очень интересно. Но раз существует инопланетный разум, то, возможно, и существуют более развитые технологии, которые могут здесь фиксироваться нашими научными приборами. Что ж, интерес Ватикана к космосу совсем не случает. Еще в 1930 году в Италии была открыта астрономическая обсерватория, напрямую подчиненная Римскому Папе. А сегодня Ватикан сотрудничает с Международной обсерваторией Маунтгрэм в США. За какими планетами и созвездиями идут наблюдения? Откуда ждут визитеров? Может быть, на самом деле наша встреча не за горами и не на других планетах, а у нас на Земле? Это были самые шокирующие гипотезы. Если вы хотите знать больше того, что я рассказываю в программе, если вы хотите задать свой вопрос или рассказать свою историю, подписывайтесь на мой инстаграм прокопенко.тб. До встречи в программе «Самые шокирующие гипотезы». Каждый день с понедельника по пятницу, как всегда, в 18.00.